1967 года. Впереди у нас с Левея, вы видите, церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Перед ней маленький мост и памятник Ленину. А мы с вами видим Финской кирхи, она у нас впереди. Это кирха постройки 1930 года, архитектор Лимбрун. Замечательная она тем, что она показывает красоту карельского камня. Это музыка в камне, как ее называют. Стилизован 1930 год. Две минуты останови на месте, ладно? Мы сейчас маленькую остановочку сделаем. Кто-то будет выходить фотографировать с мужащих, тех, которые воевали в 2018 году против русских моск и в 1939-1940. Можно сходить, сфотографировать и вернуться обратно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Это часть озера Ястребенова, здесь протоками соединяются в районах Позначного, впереди у нас этот поселок. Водитель поднимается сейчас дорога вверх, она так и будет подниматься, опускаться. И в районе Позначного, на берегах озера Ястребенова, на дальнейшем нашими туристами, скалолазами мест, это большая скала, до 50 метров подъем, это для опытных скалолазов туристов. И у нас малая скала, там 15-8 метров подъемы, вот начинаются вот эти скальные отложения с правой стороны, смотрите. И вот такие скалы, они сопровождают нас на протяжении теперь дороги до Сортована, вода, волк и камень. В районе Кузнечного тот же, современный щебеночный завод, вы видите, там мы уже будем подружать. Мы можем разобраться с проблемами со всей прилегающей туристической инфраструктурой, но и археологические памятники третьего тысячелетия до нашей эры, до армены. Это такие сооружения из камня, по традициональному назначению которых ученые до сих пор, ну, спорят, не спорят, во всяком случае, есть много разных выводов. Самое, наверное, реалистичное, это места сакрального типа, возможно, модельники. Кладбища, фактически, дольмены, до самых нереальных, в общем-то, гипотетических, скажем так, это места проявления МОО. Вот кому что нравится, тот, кто выбирает. Но в любом случае дольмены изучаются, они обследуются, и у нас на территории Ленинградской области они тоже есть. Вот, поэтому каменные такие сакральные места здесь присутствуют. А также интересен объект промышленной архитектуры, можно сказать, да, это старые каноноломнии. Ну, вот есть родители, кто занят такого рода историей, исследуют, обследуют вот эти старые выработки, изучают их, фотографируют, получают удовольствие от этого. В одной из таких штолен старых, ну, даже, скажем так, не полностью в штолню, а в ее часть, вы будете спускаться, когда будете завтра на экскурсии в горном парке Рускеала. Там совсем маленький кусочек, ну, чтобы хотя бы вы имели представление, каким, где и как происходили выработки мрамора. Ну, здесь тоже старые каноноломнии есть, есть штольни небольшие. Поэтому тут свои достопримечательности, но нет людей, которые бы, как в Рускеала, сородили бы из этого села туристические объекты. Поэтому мы просто об этом вам не понимаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok для развития туризма, для развития промышленности. Сколько было начато в советский период, даже та же добыча полезных ископаемых, на которой карелия, это их пышка, лес и полезные ископаемые. 489, ну, почти, да, как он говорит, 500 разведанных насторождений. И, в общем-то, конечно, основы экономики составляют вот эта промышленность, но все равно карелия, ведь постоянный экономический голод, постоянные стрессы. Если говорить о твердых полезных ископаемых, это 30 видов полезных ископаемых. Это не только дури, не хочу, как говорится. Торфа, почти 400 различных видов насторождений, два насторождения минеральной воды, геологических памятников, только официально учтенных, смыше 200, 200 геологических памятников. Уникальная, конечно, структура, геологическая структура Карелии на самом деле. И основные полезные ископаемые это железная руда, титан, ванадий, благородные металлы, молекден, да, кстати, вот молекден входит в этот список. Алмазы, я уже говорила, алмазные трубки здесь, но, конечно, здесь нет огромных залежей, но они все-таки есть, точечно находятся здесь. Насколько здесь слады, строительных материалов, гранита, диабазы, браморы, пагматиты, шпатовые залежи. Огромное количество асбест, амфибел, асбест. У Карелии огромный потенциал, но пока не очень, наверное, хорошо разработанный, даже несмотря на советское время, потому что 90-е годы очень жестко ударили по структуре корейской промышленности. Вот то, что мы с вами увидим на наших глазах. Будут, конечно, реки корейские 27 тысяч. 27 тысяч рек, речешек. У них такие крупные, ну что для нас 149 километров? А Карелия, это еще и Омега. У нас есть Омега. Кстати, вот город Ксар-Тавала стоит сводиной двух озеров. Он окружает два озера, мы с вами видим их с высоты горы. Огромное количество млекопитающих, более 60 видов. И, скажем, Карельская мерка уникальная, млекопитающая, которая занесена в Красную книгу. Летяга, например, бруша, вот такого рода. Огромное количество млекопитающих, более 60 видов. Огромное количество млекопитающих, более 60 видов. Огромное количество млекопитающих, более 41 видов. Здесь, оригинальная, млекопитающих. Очень важныйный, диаметный, касающийся, состройка через 2 части. Большой у нас естьняка ethical 6-거리ная. Чёрк жетовки, лучше обязательно! Я так поняла, его нету, его, я так поняла, его стоять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок